4 августа несколько крупнейших европейских банков объявили, что полученная ими прибыль выше прогнозируемой из-за сокращения безнадёжных долгов. Аналитики говорят, что в инвестиционной банковской деятельности наметились позитивные тенденции. Однако на немедленное восстановление после рецессии надеяться пока рано. Чистая прибыль французского банка «Соситая Женераль» по итогам второго квартала 2010 года превысила все прогнозы и составила 1 миллиард евро. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда банк заработал всего 309 миллионов евро. Долгосрочный план развития, представленный новым руководством банка, назвали амбициозным. К 2012 году «Соситая Женераль» обещает выйти на чистый доход в 6 миллиардов евро. «Очевидно, что ситуация улучшается, и «Соситая Женераль» постепенно поднимается из пропасти после нескольких трудных лет, отмеченных делом Кирвьеля, а также большим снижением капитала после списания рискованных активов. Так что теперь мы видим, что «Соситая Женераль» явно в процессе выхода из кризиса». Результаты крупнейшего британского банка Lloyd's Banking Group также превысили все прогнозы. Прибыль до налогообложения за первое полугодие 2010 года составила около 2,4 миллиарда долларов. В прошлом году за этот же период банк понёс убытки в размере почти 6,3 миллиарда долларов. «Направление верное. Поднялись доходы, снизились цены и значительно сократились убытки. Так что это хорошие новости для налогоплательщиков. Это хорошие новости для всех заинтересованных сторон. Думаю, жизнеспособные банки позитивно влияют на экономику. Экономика нуждается в банках для выдачи суд. Жизнеспособные банки играют важную роль и необходимы обществу». Впрочем, улучшение в банковской сфере, по мнению экспертов, ещё не говорит о полном преодолении рецессии. «Думаю, потребуется несколько лет интенсивного роста и развития, прежде чем мы сможем сказать, что банковский сектор вернулся к состоянию, которое можно назвать нормальным». Аналитики считают, что сокращение безнадёжных долгов позитивно влияет на банковскую деятельность. Однако им хотелось бы видеть прибыль за счёт повышения доходов.